В администрации на Калинина-4 прошло общегородское совещание. Его провел глава округа Дмитрий Волошин. Он отметил, что сейчас химки занимают первое место в Московской области по качеству уборки снега на дорогах и во дворах. И, учитывая погодные условия, этот вопрос по-прежнему стоит на первом месте. Главное – не сбавлять темпы. К слову, быструю уборку отметили и жители. Обращение в администрацию, связанных с работой служб ЖКХ, стало в два раза меньше, чем в прошлом месяце. Но есть другие вопросы, которые интересуют химчан. В первую очередь, это развитие транспортной сети и программа «Удобная парковка». Сейчас в округе открыты паркинги на 95 тысяч машиномест. Есть платные и бесплатные. Возле торговых и бизнес-центров открытые площадки и другие. Особое внимание администрации уделяет дворовым территориям. Сформировать некий единый поток в администрацию документации через территориальное управление. Давайте это будем делать через ТУ. Не нужно нам сюда, к земельчикам, очередь. По этим стандартам они принимают в территорию управления документы, пакеты, приносят. И автоматически мы выдаем разрешение на парковки, на шлагбаумы. Есть требования, соблюдены, все выдаем. Согласно программе «Химкинский двор» на придомовых территориях должны быть парковки с видеонаблюдением. Этот вопрос будет решаться совместно с жителями. В феврале администрация проведет встречи с представителями Совета многоквартирных домов. И уже совместно будет принято решение об открытии парковок, количестве мест и установке камер. Еще одна тема, которую рассмотрели на совещании – внешний облик торговых объектов. В частности, речь шла о работе ярмарок выходного дня. Для них уже разработана концепция единого стиля. Они должны быть визуально приятны, для того, чтобы было жителям. Они смотрели не на палатки порванные, а на ярмарки. Хороший пример нам подают. Сегодня другие районы, Москва в том числе. Согласно принятой концепции, ярмарки оформят уже в феврале. А в самое ближайшее время ответственные организации займутся отработкой обращений жителей, поступивших через проект «Открытый микрофон», на портал «Добродел» и напрямую в администрацию.